Здравствуйте! На английском портале Экзегет мы продолжаем беседы о псалтире. Мы остановились на 118 самом длинном большом псалме в тексте которого удивительно заметно понятно и для верующего человека можно сказать восхитительно как един опыт богопознания который в свою меру в своей среде дается изначально человеку от враама и до опыта наших дней это не то чтобы эволюционно как-то развивается дополняется чем-то новым этот опыт откровения он углубляется конечно становится яснее но это как свет который тот же самый свет который начал светить и может быть при приближении при обострении зрения при лучшем понимании становится яснее посыл этого света но это тот же свет тот который знал переживал давид пророки и уж и люди церкви христовой и вот мы остановились прошлый раз на 96 стихе 118 псалма я видел предел всякого совершенства но твоя заповедь безмерно обширна что здесь существенно ведь закон который любит который же которого жаждет давид это слово бога обращенная к человеку это сущности говоря призыв бога к общению это некая даже мозгать уничижение бога каком-то смысле подобно тому как кенесис уничижение предельное совершилось когда господь становится человеком во плоти чтобы сблизиться с человеком принять его свое бытие и тут бог изволит говорить с человеком человеческой речи вот законе в заповедях ведь то сияние которым был осенян моисей сходя с горы сеной и принеся людям заповеди скрижали означало что он вступил в божественное присутствие оно это божественное присутствие было сообщено людям словами закона и всеми словами которые господь которыми господь учит приближается к сознанию человек и вот это означает для давида что отказ от слова божия язычество во всех его проявлениях пренебрежение богом истинным едином это выход из жизни вообще потому что жизнь это конечно присутствие во внимание бога мы живы потому что нас знает бог помяни меня господи что мы говорим этими словами это сохрани меня живым оставь мне жизнь и для него для давида всякий выход из этого общения с богом через его слово означает выход в ничто во тьму парадоксально в этом смысле отличие ветхого завета от всех языческих верований ведь мы уже как-то об этом сами говорили в язычестве человек может быть и предполагает и даже каких-то может быть своих глуб более глубоких мифологических философских прозрениях догадывается о первоначале о божественном едином первоначале но общаться с высшим миром он может только через этих посредников разных богов башков демонов и весов для человека же из народа избранного как словами 6 от втором восхитительно сказать только в боге успокаивается душа моя от него спасение мое также скажет давид и псалме 118 это 113 сих 114 ты покров мой и щит мой на слово твое уповаю помните мы вспоминали слова из второзакония какого другого народа бог это сам творец никто либо из низших сил но сам творец бог наш вот какому возвышению в богопознании призван народ о котором господь говорит мой народ и вот заметьте что размышления давида о боге о законе о благе они конечно не уникальны сами по себе но они уникальны в том отношении что это размышление о благе о истине для бога для просветия для давида означают размышление о боге доверие к нему приверженность к нему к богу еще платон говорил так это в апологии сократу он говорит высшее благо человека целыми днями беседовать о добродетели но мы и знаем это что до целыми днями беседовать добродетели это можно понять из диалогов из бесед сократа всех даже из того отрывка книги деяний когда апостол павел является вариапаге мудрецам вариапаге беседующим о своем и говорит при этом евангелие афиняне же и все пришли к ним и иностранцы не о чем так и ни в чем так не любили не любили проводить время как беседах во всяких новостях но действительно а добродетели тоже можно говорить по-разному но совершенно иначе совершенно иначе с другим смыслом от другого по другим мотивам размышляет беседует с богом давид когда говорит о правде о истине он говорит не о мнениях которых может быть множество не о философиях которых тоже может быть множество он говорит о явлении бога ему потому что в слове является человеку сам господь и и вот продолжим чтение 118 псалма в стихе 105 псалмопевец говорит слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей тут уместно припомнить книгу притчи 6 главе книги притчи говорится так сын мой храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей и по заповедь есть светильник и наставление свет есть и разница книга притчи поучали человека житейской осмотрительности псалмом же он свидетельствует о божественном слове как о свете по туда же надо сказать слово свет с большой буквы когда говорится слово твое светильник ноге моей мы вправе вспомнить слова церковной молитвы уже христианской молитвы которая под светом подразумевает христа спасителя свете тихий святые славы например вот это песнопение то есть слово божие сын божий является светом жизни для человека и это предчувствие это интуиция такая она совершенно родственная одна собственно говоря та же самая только в свое время иначе в другую меру почувствована высказана давидом 118-м псалме он говорит далее благоволи господи принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня тут мы вспоминаем послание апостола павла к евреям 13 главе то говорится так итак будем через него непрестанно тут он говорит о христе иисусе будем через него непрестанно приносить богу жертву хвалы то есть плод у своих прославляющих имя его когда приходит бог воплощенным в образе христа иисуса к людям и народ принимает его не весь народ хотя вспомним он сам говорит пришел в евангелие то она евангелист говорит пришел к своим и свои его не приняли тут тоже вот заметьте напоминание о том что своими для творца избранный им народ сал стал именно с момента своего выхода из египта с того момента когда народ был изведен из рабства язычеству в сыновство богу из этого момента можно было в народе могла воспитаться и воспитывалась во многих но не во многих в остатке воспитывалась совершенное доверие к богу прежде всего к слова его и вот слово стану воплощено слово стало плотью приходит к своим и свои его не приняли кто-то принял и поэтому церковь возможно и вот это давидова благоволи господи принять добровольную жертву ус моих и судам твоим научи меня это тот же порыв души верующий что и в словах апостола павла будем непрестанно приносить богу жертву хвалы то есть плод у своих прославляющих ими его откровение твое я принял как наследие навеки ибо они веселее сердце моего берите откровение принял как наследие навеки ведь просто принять какое-то поучение к сведению это еще не означает быть чем-то уже и обогащенным но можно учиться каким-то правилам можно учитывать какие-то условия своего существования которые предиктованы но это еще не богатство так если говорить о просто правилах но нет слово божье есть то главное богатство которым наделен народ избранный вспомним еще раз псалме говорится как и в иных местах ветхого завета и не только ветхого завета но и нового завета о странничестве о инаковости народа божия по отношению ко всем иным народом другая история народа избранного богом это история путешествия история движения к богу как цели жизни своей и потому когда господь иисус христос произносит заповедь и блаженство он говорит блаженные нищие духом ибо их и царство небесное потому что нищие это те кто не обременены никаким земным богатством чтобы остаться на месте и держаться за него впрочем это всякий знает стоит завести что-нибудь недвижимое недвижимом становишься ты сам прежде всего так вот нищие токтей кто не обременены петь и таким образом странники и странничество есть признак этого избранничество таким образом слова божья это то богатство которые не могут нести не обременяя себя ничем иным откровения твое я принял как наследие навеки ибо они веселья сердце моего вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю такое противопоставление действительно происходит на протяжении всей истории церкви как медхозаветный так и новозаветный мы можем до сей поры вникнуть в то отличие существенное которое разделяет категорически разделяет истину откровенную в боге открытую богом познаваемую только опытом таинства и найти достижения так сказать ума созерцаний каких-то которые человек которые человеку возможны вне откровения многое возможно мне откровения и мы конечно благодарны богу за то что он долготерпелив многомилостив и наделяя человека творческими способностями вот дает возможность так человеку украсить мир изначально данный человеку богом даже падший мир даже после грехопадения человек как творческое существо способен к величайшим достижениям ну что говорить мы это знаем по истории культуры и не только материальной культуре все вспоминают достижения художественной культуры пластические живописные музыкальные но и интеллектуальные культуры однако обязательно может восторжествовать некий скепсис это так но это и не так все проходит все опровергается и так или иначе приходит к своему увяданию в том числе и культурные достижения потому вымыслы человеческие как говорит об этом давид не вровень тому что в прямую дает слово божие и а у давида это звучит очень категорически вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю ненависть в данном случае означает некую злову по отношению к чему-то а отстранение отстраняюсь не принимаю ты покров мой и щит мой на слово твое уповаю смотрите все время давид повторяет и продолжительно на протяжении это длинного псалма продолжает слова слове я по отношению к слову божию так может просветиться тавтологию и укрепи меня по слову твоему говорит он и буду жить не посрами меня в надежде моей тут замечательно что свой свое преклонение свое доверие свое поклонение слову божию давид не просто считает как бы своим достижением он не на себя надеется в этом случае он понимаешь как человек он все равно грешен и ненадежен но и укрепить его просят по слову божьему это тогда только будет он жить когда слово бога когда когда вот эта божественная жизнь сообщенная словом не покинет его он его любит как жизнь особо божье вот чего можем учиться у царя давида в следующей беседе продолжим чтение 118 псалма внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео